Здравствуйте! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Екатерина Рехтина. Мы расскажем о самых интересных событиях дня. Вы увидите сегодня. Слово по жнадзору. Проведут ли проверки после трагедии в Кемерове? Сухой ручей углубить и очистить, чтобы не топило. Медицинская забота. Бесплатные врачи для селян. Будущие суворовцы. День открытых дверей в СВУ. Ко дню театра. Две премьеры в честь праздника. На сцене четверть века. 25 лет танцевальному коллективу «Домино Дэнс». Чемпионат края по мини-футболу. На площадке только девочки. Страшный пожар в Кемерове держит в напряжении всю Россию. По последним официальным данным, в торговом центре «Зимняя вишня» погибли более 60 человек. Но с каждым часом цифра увеличивается. Будут ли инициированы проверки в Уссурийске, нам рассказал начальник отдела надзорной деятельности округа Леонид Лю. Необходимо помнить, что на сегодняшний день действует еще мораторий о непроведении проверок в отношении малосреднего предпринимательства. На территорию Сурдинского городского округа уже проведены две проверки. Это торговый центр «Белая гора» и торговый центр «Антарис». Обоим торговым центрам выявлены нарушения, доведены. Что касается остальных торговых центров, я бы подождал сначала, прежде всего, подведение итогов по Кемерово, для того, чтобы понять причину и, соответственно, масштабы данной трагедии. Именно после подведения итогов, конечно же, будет инициировано перед прокуратурой ходитайство проведения внеплановых мероприятий по контролю в отношении торговых центров. И не только торговых центров, но и других мест массового пребывания. Сухой ручей в Уссурийске приведут в порядок. Проконтролировать работу на выездном совещании отправился глава администрации. Чтобы быть готовыми к паводку, необходимо работать на опережение. Сделано уже многое, но этой весной предстоит еще немало потрудиться. Сухой ручей растянулся в длину на 2 километра. От слова «сухой» лишь название. Во время проливных дождей и таяния снега и льда вода заливает половину слободы. Поэтому работы ведутся заранее. Запланировано углубить русло водоема. Расчистка уже началась. Но дел еще предстоит много. 30 апреля мы проверяем все готово. Евгений Корш со специалистами сделал остановки в разных частях слободы. Начало улицы Герасимчука. Геодезисты провели замеры и заметили, что к пустырю идет снижение рельефа. Туда и сделали отвод русла. С другой части улицы Сток ведет в сторону Московской. На месте выявили проблему. Кто-то засыпал часть кювета для проезда. Начинаем проезд по округу. Два раза в неделю. Будете показывать, что собираетесь делать. Без вопросов по ремонтным объектам. Мы сразу все скажем. По дорогам, по кюветам, по всему. На улице Красина, где протекает сухой ручей, уложена водопропускная труба большего размера. Специалисты считают, чтобы исключить подтопление, нужно углубить водоем до одного метра, а также укрепить берега. На расчистку сухого ручья запланировано 2 миллиона 900 тысяч рублей. Необходимо убрать мусор, ветки, расширить русло, углубить дно, укрепить берега и спилить деревья и кустарники. Немножко потеплеет, не переживайте. Мы о вас думаем. Не думайте, что мы забыли. Спасибо вам. Проблемный участок сухого ручья в районе Тургенева. Перед туннелем на улицу Садовую. Работы здесь велись с прошлой недели. Чтобы вода уходила, пришлось колоть лед. Но сейчас все тает и периодически подтапливает туннель. Где-то мы сейчас делаем в холодный период, где-то нам нужно сделать потеплее, когда будет. Мы постоянно, до конца апреля, мы должны все работы, которые предусмотрели, в период паутка, мы должны здесь все сделать. Во время поездки глава посетил территорию детской больницы Дубовая роща и обратил внимание своих помощников, что нужно помочь привести в порядок участок, обновить асфальт и бордюр. Екатерина Рехтина, Алексей Шаповалов, Телемикс. Селян обследуют на онкологию. Специальный автопоезд «Забота» путешествует по нашему округу. Сегодня врачи остановились на территории поликлиники в Борисовке. Из села наш следующий сюжет. Такой анализ может спасти жизнь мужчинам. По крови из вены врачи в силах выявить онкологию предстательной железы. Важную процедуру жителей сел проходят в автопоезде «Забота», который колесит по Уссурийскому округу. В этот раз специалисты уделяют особое внимание диагностике рака. В процессе обследования достаточно очень много заболеваний обнаруживается, в том числе и хронических, и привык выявленных. Бывало так, что чисто случайно обнаруживается у мужчины рак в последней стадии, чисто случайно во время прохождения обследования. Такого пациента сразу передали в местную ЦРБ, сообщили всем, и данным пациентом занимались. Хотя на прием к докторам спешат в основном женщины. В стенах местной поликлиники на несколько дней остановились краевые врачи. Терапевт, хирург, стоматолог, гинеколог. Татьяна Симоненко – одна из многих, кто решил пройти комплексное обследование. Женщина призналась – здоровье подводит. За медицинской помощью приходится обращаться раз в две недели. К хирургу, потому что у меня проблемы с ногами. И к терапевту, чтобы узнать, сердце у меня беспокоит, и давление прыгает. Автопоезд «Забота» уже пятый раз на территории нашего округа. Более пяти тысяч пациентов приняли доктора за это время. Получить консультацию врача просто – взять паспорт, полис и последовательно пройти всех специалистов. Хотя желающих попасть на прием в достатке, особого ажиотажа уже нет. С Корсаковки, с Новоникольска, с Борисовки. Ждем с Кугуков. Должны подвезти людей. С собой специалисты привезли аппаратуру для УЗИ и ЭКГ. В отдельных вагончиках за поликлиникой делают флюорографию и берут кровь на анализ. Все в шаговой доступности, рядом с домом. Много кому некогда в город ехать, что-то проходить. В Борисовке автопоезд «Забота» остановился на день. 27 марта состав переместится в Дом культуры Корсаковки, где пробудет двое суток. На прием к врачам смогут прийти жители соседних сел. Закончится медицинский круиз 4 апреля в Красном Яре. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс. Итоги подведены. Проблемы обозначены. Планы намечены. На заседании штаба по координации народных дружин самых активных граждан отметил глава администрации. Около 300 человек состоят в народных дружинах и общественных правоохранительных организациях в Уссурийском округе. За прошлый год активисты помогали обеспечивать порядок на мероприятиях, пресекать правонарушения и раскрывать преступления. На заседании штаба лучших отметил благодарственными грамотами глава администрации Евгений Курш. У Галины Макаровой обход проблемных мест уже на регулярной основе. Дружинники выходят на маршрут в сопровождении участкового. Наш участок, мы собираемся, Горького 69 общежития. Там мы собираемся к 6 часам и идем с участковым по своим объектам. Самый главный у нас объект, это у нас подзержинского 52, бомбубежище. Именно поэтому адресу часто и шумные посиделки с распитием алкоголя. Молодежи там всегда хватает. Вот только в дружинах их недостаточно. В дружине присутствуют представители ТОСа также, представители пенсионного возраста. Есть частично у нас молодежь. Молодежь, конечно, немножко слабо. Но мы старшее поколение стараемся придать им более направленность. Для привлечения граждан в отряды дружины на заседании определили план стимулирования. Это бесплатное посещение бассейна, чайка, ледовая арены, театра и других мест культуры и спорта. Что должно заинтересовать в основном граждан помоложе. Ведь традиции дружины передаются из поколения в поколение. Дружинники сами говорят, больше бы, конечно, молодежи. Хотя молодежь у нас участвует, и студенческие отряды есть. Но побольше бы в общественном объединении молодежи. А в основном, конечно, возрастные у нас такие отряды. Итоги прошлого года подведены. Проблемы обозначены. Планы на 2018-й намечены. В настоящее время решается вопрос о выделении средств на приобретение проездных билетов на общественном транспорте. Для членов народных дружин. Илья Аманатов, Антон Майцеховский, Телемикс. Акция «Добрых дел» совместно с медицинской клиникой «Возрождение» компания Телемикс проводит благотворительный проект, по которому представители малозащищенных слоев населения будут обследоваться, сдавать анализы и посещать врачей центра бесплатно. В первой программе познакомимся с историей Галины Игнатьевны. Улыбчивая и веселая эта женщина всегда. Хотя историю ее болезней и в один том книге не уместить. Галина Игнатьевна после инсульта инвалид второй группы. Говорит, в молодости, в делах и заботах все было не до себя. Сейчас сердце пошаливает, давление скачет, начались проблемы с сосудами. На себя нужно обращать внимание как можно больше. Выделять время для себя, больше спортом может увлекаться, на плавание ходить, зарядочку почаще делать, больше здоровья будет, побольше ходить на улице. Ну и с питанием тоже надо порядок навести. Порядок в своем питании наша героиня навела. Но слишком поздно, когда уже большой вес ударил по здоровью. Сейчас шутит женщина, она ровно половина от той, что была раньше. Как следствие, постоянные консультации врачей и обследования. В сумке всегда мини-аптечка на случай повышения давления или резкой боли в сердце. Состояние сосудов головного мозга лечащий врач держит под контролем. Одна из методик диагностики – магнитно-резонансная томография. На экране отражена полная картина состояния больной. Процедура не из дешевых, но очень информативная. На этот раз сеанс МРТ стал доступен благодаря медицинской клинике возрождения. Такой подарок здесь сделали пенсионерки. Эта клиника – это очень высокого класса больница, потому что я знаю, что они хорошие операции делают, прекрасные операции делают. И много очень людей у них наблюдаются. И такое отношение врачей у них такое человеческое, хорошее. К таким докторам приятно попадать снова. Ведь при любой болезни у человека возникает страх. Только медики могут успокоить и дать надежду на здоровое будущее. С сосудами шутить нельзя, говорят наши героини, здесь врачи. В свое время на стенках кровеносных сосудов отложились холестериновые бляшки. Процесс развития нужно контролировать. Для этого аппарат УЗИ в помощь. И тоже бесплатно. Давление на ногах, это называется лодыжечно-плечевой индекс. Мы сначала померили на ногах, потом на руках и сравнили его. Если давление на ногах ниже, чем на руках, это грозит, точнее не грозит, а говорит о том, что перекрыты сосуды. И надо обратиться к сосудистому хирургу и сделать полное обследование сосудов. Медицинская клиника Возрождения – это большой коллектив специалистов высокого класса. Здесь объединены доктора разных специальностей. Больница оснащена передовым оборудованием. Люди в белых халатах призваны приходить на помощь. В этом проекте врачи Возрождения будут помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Этот сюжет – лишь начало большого благого дела. Ольга Муравьева, Антон Вайцеховский, Телемикс. Первый день каникул – прекрасный повод узнать что-то новое. Например, прийти на экскурсию на телевидение. Сегодня нашу компанию посетили третиклассники 32-й школы. О том, как это было, расскажем далее. Все свои обсуждения они пишут вот на лампельной доске. Дети захватили компанию Телемикс. Третиклассники 32-й школы пришли на экскурсию к журналистам, операторам и другим сотрудникам Уссурийского канала. Заглянули в кабинеты и редакции, посмотрели на процесс монтажа, попробовали начитать текст у звукорежиссера. Две редакции Телемикс была приотворена, и Мартин, невольно остановившись перед ней, услыхал следующий разговор. Экскурсию по телерадиоцентру провела Виктория Сарада, журналист, редактор, ведущая. Это сейчас Вика – опытный сотрудник с большим стажем. Но пришла на Телемикс она еще школьницей, и своими стараниями добилась успеха. Потому с легкостью рассказывает слушателям о процессе создания новостей. У детей сразу куча вопросов. А если то? А почему так? А для чего это? А зачем? А почему? И это очень радует, правда, это очень круто, потому что они в третьем классе, да? Они в третьем классе, и большая часть из них после экскурсии сказала, я хочу у вас здесь работать. Да дай бог, мы только рады. Прогулка по Телемиксу планировалась на полчаса, но заняла в два раза больше времени. Школьники втянулись. Маленькие слушатели вдохновились рассказами экскурсовода и тоже захотели на телевидение. Можно рассказать, например, о чем-нибудь интересном, ну, о всяких приключениях. Что происходит в городе, и как живут горожане. Мне понравилось снимать, потому что это круто. Чтобы впечатлений от прогулки по Телемиксу осталось еще больше, всем участникам подарок от заведения. Новый телевизор на канале Телемикс! Дети плохого не посоветуют, как и Анна Клыга и Алексей Шаповалов. Телемикс. Свободно погулять по закрытой территории. День открытых дверей прошел в Уссурийском Суворовском училище. Мальчишки, которые планируют поступать в СВУ, вместе с родителями изучали учебные классы, казармы и спортивные залы. Так училище готовится принять новых воспитанников. В гости приехали более 600 человек. Артур изучает военную технику. Как и любому мальчишке, ему интересно залезть как можно выше. Эти спецмашины стоят на территории Суворовского училища. Именно отсюда парень начал экскурсию по учебному заведению. Летом Артур планирует испытать свои силы и поступить в СВУ. Будь сильнее, мужественнее, чтобы было здоровье хорошее. В Большом зале гости из разных уголков страны. В России всего 10 действующих суворовских училищ. Поэтому поступить в Уссурийское стремятся многие. Вопросы задавали напрямую начальнику училища. Основные темы – экзамены, льготы, оформление личных дел. Многие ответы и информацию о поступлении руководство старается размещать на сайте учебного заведения. Конечно, возникают разные вопросы, люди-то разные. Но стараемся ответить на все вопросы и даже иногда упредить, чтобы люди были готовы, чтобы во все оружие поступали в наше училище. После беседы – экскурсия. По территории, которая обычно закрыта, в этот день можно перемещаться свободно. Корпус первой роты. Здесь находятся учебные классы, комната релаксации, душевые. Мальчишкам интересно все – даже посмотреть тренажеры. В Суворовском так классно. Ну, тут и тренажеры даже, классные спальни, даже разнообразная еда, разные развлечения. Как будешь готовиться, чтобы сюда поступить, конкурс-то большой? Ну, я сейчас тренируюсь, подтягиваюсь, бегаю, хожу на легкую атлетику. Скажи, будешь ли как-то готовиться или, может, уже готовишься для поступления? Я уже готовлюсь. Так, поделись, как? Ну, я уже очень долго хожу на тренировки. У меня хорошая физическая подготовка. Ну, ты готов? Да, я готов. В другой части корпуса – спальни. Даниил Дидик рассматривает расположение роты. Интересный парню даже подушки. За кадром поделился. Видно, что удобные. Я хочу сдать экзамен и поступить сюда, чтобы в будущем выйти офицером. Прием документов от кандидатов на поступление ведется с 15 апреля по 31 мая. После комиссия определит ребят, которые допущены к экзаменам. В июле – вступительные испытания. Конкурс большой, пять человек на место. И, конечно, каждый из мальчишек уверен, что именно ему удастся носить гордое звание «суворовца». Екатерина Рехтина, Алексей Шаповалов, Телемикс. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами, вскоре вы увидите. КОДНЮ ТЕАТРА КОДНЮ ТЕАТРА КОДНЮ ТЕАТРА ABC-шоу и Телемикс представляют мировой чемпионат юмора в рекламе «СМЭКС». Избранные ролики со всей планеты. Самые зрелищные и провокационные. 30 марта в молодежном центре «Горизонт». Вечеринка пройдет в черно-белом стиле. Поддержи наших. Каждый билет участвует в розыгрыше телевизора и домашнего кинотеатра. Не упусти свой шанс. Категория 18+. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. Весна станет активнее. Напоминайте себе на этой неделе. Будние дни будут теплыми, без осадков. А вот в выходные возможен дождь. В Уссурийске будет тепло. Во вторник и среду воздух прогреется до плюс 17-19. Ночью около нуля. Во второй половине недели погода немного изменится. Со стороны Китая в Хабаровск через наш край будет перемещаться циклон. Дневные температуры опустятся на 5-6 градусов. В среднем станет около 10-12 тепла. В выходные синоптики обещают небольшой дождь. Пока вероятность осадков больше 30%. 27 марта во всем мире отмечается День театра. В Уссурийском театре военного округа эту дату отмечают с особым размахом. На сцене будет одновременно две премьеры. Чего же ждать ценителям драмы и что происходит по ту сторону сцены? Расскажем в следующем сюжете. Всех слышите? Всех у вас! Ваше превосходительство пощадите! У меня трое детей! Благодаря креативности главного режиссера на свет рождаются новые нестандартные постановки. Премьерный спектакль принцессы Сабрина стал интерпретацией сказки принцессы на горошине. Поставлен он в жанре водевиля. Алексею Похрестному удалось найти вариант пьесы, в котором несколько ролей отведено прислуги. Поэтому в Сабрине количество персонажей увеличилось. Сложно было придумать всю эту историю со слугами. Потому что для меня в этом спектакле главный действующий персонаж, без них невозможно, это слуги. За каждым танцевальным движением из зала следит главный хореограф. Екатерина Тимофеева недавно начала заниматься постановкой танцев для спектаклей. Но уже успешно справляется со своей работой. На самом деле работа с актерами очень интересная, так как они в некоторой степени как дети. Они иные. Это не то, что ставить танцы детям, с которыми ты работаешь несколько лет, которые выполняют сразу же по щелчку. Тут нужно полностью все объяснять, рассказывать, они еще что-то свое делают. Эльвира Денишкина привыкла играть нежных принцесс, но и роль экспрессивной королевы далась ей легко. Сложность оказалась лишь в одном. Сценический образ Эльвиры предусматривает массивный костюм в виде большого каркаса для юбки и объемного парика. Голова вот с этой короной тоже это очень тяжело, юбка это тяжело. Ну, актер всегда должен преодолевать что-то, да, на пути к прекрасному, к великому. Ко дню театра труппа приготовила для зрителей еще одну премьеру. Это героическая комедия «Серанода Бержерак». Классическая история не только о любви или чувстве долга, но и о любви к театру. Главную роль в спектакле исполняет Сергей Денишкин. Для него это не просто роль, а роль мечты. Он противопоставляет сам себя обществу того времени, этого времени, без разницы, какого времени. Вот. Но также он человек, который хочет быть любимым, который любит еще к тому же. То есть там многоплановость, поэтому вот сложность, скорее всего, в этом. Найти ту грань многоплановости, чтобы это было понятно зрителям. Остается только надеяться, что спектакль ждет успех. А мы пожелаем коллективу театра зрительского признания и всеобщей любви. На репетиции побывали Елена Карпенко, Алексей Шаповалов, Телемикс. Молдова-дэнс, армянские кочери, якутские мотивы на юбилейном концерте образцового ансамбля «Домино-дэнс». 25 лет творческих. Творческий цех готовит мастеров танца. На день рождения коллектива отправилась наша съемочная группа. Репертуар концертной программы от русских народных танцев до брейкинга и чирлидинга. «Домино-дэнс» отметил свой 25-летний юбилей полуторачасовой программой в Доме культуры «Искра». Я педагог народного танца. У меня и детей приучаю к этому, и к культуру веду именно подачи народных танцев. Но также молодежь все равно, они хотят танцевать и современную какую-то хореографию. Приходится давать им и уличные танцы, и хип-хоп, и современную хореографию. Некоторые выпускники «Домино-дэнс» уже образовали свои коллективы. Сама «Альма-Матер» гастролирует с воспитанниками по всему миру. В мастерской талантов ребята оттачивают навыки годами. Одна из таких – Ирина Хоменко. Отдает себя танцам 7 лет. Тренируется уже в старшей группе. У нас очень большой коллектив. В него входят три возрастные категории. Младшая, старшая и средняя. Каждая из этих групп универсальна по-своему, и она танцует абсолютно все. «Днем рождения! Днем рождения!» Разнообразие стилей оценила публика. Среди зрителей и сам педагог. Все 25 лет у образцового ансамбля один несменный руководитель. Татьяна Ласточкина за четверть века воспитала не одно поколение. Сейчас педагог с волнением наблюдает за плодами своей работы. Концепция этой творческой семьи – поддержка и дружелюбие. Татьяна Олеговна очень добрая, отзывчивая. И вообще у нас персонал здесь очень хороший. И коллектив тоже сплоченный. Татьяна Олеговна мы очень любим и ценим. Калейдоскоп танцев пестрит красотой номеров. В завершении праздника весь состав «Домино Дэнс» на сцене принимает поздравления от родителей выпускников, руководства колледжа культуры и гостей. К поздравлениям присоединились Илья Аманатов, Алексей Шаповалов, Телемикс. Уссурийские футболистки впервые выиграли чемпионат Приморского края по мини-футболу у своих давних соперниц. Наши девушки обошлись со счетом 5-0. Студентки школы педагогики готовятся к первенству страны среди вузов. Подробнее расскажет Ирина Мигунова. Чемпионат края по мини-футболу собрал женские команды Приморья. На поле футболистки Владивостока в синей форме и сборная из ветеранов Уссурийской и Большого Камня в черной. Они играли в нашей команде Уссурийской на Россию, на Дальний Восток. Сейчас вот решили собраться. Это первый раз. Есть по 30-35 лет и молодежь. А команда из разных мест, поэтому назвали «Легион». Команда «Легион» на этом турнире не ставила задачу победить. Зато уссурийские футболистки школы педагогики после недавнего проигрыша Владивостоку жаждали реванша. И им удалось обыграть самую сильную команду края. Мы этой же команде Владивостока проиграли там 1-5. Что все-таки тут был основной старт. И обидно, что здесь мы взяли реванш 5-0 и становимся чемпионами края, наверное, впервые. Да, впервые по имени футболу. И обидно, что все-таки они на Дальнем Востоке, где решалось тоже попадание в призы. Мы остались четвертые, а не третьи. Школа педагогики выдвинула на край целых два состава. В первом – два опытных игрока плюс студентки с капитаном и тренером Ольгой Круцких во главе. Во втором – недавние первокурсницы. Были замечены и бывшие ученицы 28-й школы, которые несколько лет назад громили все девичьи команды в крае и даже выступали на России. В школе я еще играла когда в футбол. И мне очень понравилось. И я намеренно думала продолжить эту карьеру. И поэтому я поступила в этот вуз, чтобы дальше продолжать заниматься футболом. Уссурийским студенткам предстоит первенство страны среди вузов, где наши девушки выступят в начале мая. Ну а пока принимают поздравления и отмечают первую победу в чемпионате края. На этом пока все. Сюжеты вы сможете увидеть также и на нашем сайте телемикс.тв. В студии работала Екатерина Рехтина. До встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова